Ждать ли миру стокфляции? Профессор экономики и автор Project Syndicate Нуреэль Рубини считает вероятным, что из-за постпандемической рецессии инфляция будет расти. Но, по его словам, еще хуже, если ситуация начнет развиваться в направлении стокфляции. Сразу несколько факторов, он указывает на устойчивый продолжительный рост инфляции, которая более 10 лет остается ниже 2% годового целевого показателя большинства центральных банков. Во-первых, Соединенные Штаты ввели чрезмерные налогово-бюджетные стимулы для экономики, которая, похоже, уже начала восстанавливаться быстрее, чем ожидалось. Во-вторых, Федеральная резервная система США и другие крупные центральные банки проявляют чрезмерную гибкость, проводя политику, сочетающую финансовое и кредитное смягчение. Ликвидность, предоставляемая центральными банками, уже привела к инфляции активов и будет стимулировать инфляционный кредитный рост и реальные расходы по мере ускорения восстановления экономики, уверен автор. Но есть кое-что похуже инфляции, продолжает он. Стокфляция – экономический спад в сочетании с ростом цен. Чтобы ее избежать, необходимо побеспокоиться о потенциальных угрозах росту и факторах, способствующих увеличению производственных затрат. В краткосрочной перспективе вялость на рынках товаров, рабочей силы и сырья предотвратит устойчивый инфляционный всплеск. Но в течение следующих нескольких лет мягкая денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика вызовет стойкое инфляционное и в конечном счете стокфляционное давление, вызванное отрицательными шоками предложения. Завершение статьи Нориэль Рубини предсказывает – возврат инфляции будет иметь серьезные экономические и финансовые последствия. Рынку растущих в цене облигаций, наконец, придет конец. И рост доходности этих облигаций сделает сегодняшние долги неприемлемыми, что приведет к краху мировых фондовых рынков. Хлорированная вода в бассейнах может инактивировать вирус, вызывающий COVID-19, всего за 30 секунд. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на британское исследование, напоминая, что в Англии вновь открылись скрытые бассейны. Влияние различных концентраций хлора в воде на вирус изучили вирусологи из Имперского колледжа Лондона. Результаты показывают – риск передачи COVID-19 через воду в бассейне невероятно низок. В своем исследовании ученые установили, что рекомендованная в общественных бассейнах концентрация хлора, равная полутора миллиграммам на литр, а также уровень pH равной 7 снижают инфекционность коронавируса более чем в тысячу раз, всего за 30 секунд. Обратная сторона пандемии. Автор египетского издания «Нунпост» Зейнаб Альмалях рассматривает наиболее важные положительные аспекты нынешней ситуации. С первых дней пандемии, пишет автор, заметно повысилась осведомленность населения в вопросах здоровья. Почти 80% респондентов приняли решение соблюдать меры профилактики и около половины используют все способы, способные укрепить их иммунитет. В результате повышения осведомленности в области здравоохранения 25% населения проводят больше времени на свежем воздухе и придерживаются правильного питания, пишет «Нунпост». Автор продолжает. Также и правительства стали проявлять повышенный интерес к проблемам в сфере здравоохранения. Кроме того, пандемия коронавируса продемонстрировала крах идей о превосходстве западных медицинских институтов. Среди других положительных аспектов журналист назвал повышение внимания к личной гигиене, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, улучшение ситуации в сфере экологии и изменение образа жизни в связи с локдаунами. Многие люди получили возможность больше времени проводить с семьей. Также компании-создатели программного обеспечения сконцентрировались на разработке новых онлайн-инструментов и программ, способных упростить нашу жизнь во время длительного пребывания дома. И, наконец, отмечает автор, несмотря на то, что в начале пандемии было много эгоистично настроенных людей, со временем по мере ухудшения ситуации в обществе стали преобладать солидарность и чувство ответственности друг перед другом, указывает автор египетской газеты. Процессор и чипы, которым не нужен ток, создали финские ученые, разработку которой может стать основой для квантовой электроники, описывает журнал Nature. Все существующие компьютеры работают на электрическом токе. В процессоре, оперативной памяти и накопителе организованно движутся электроны, порождая бинарный код из нулей и единиц. Чтобы движение электронов продолжалось, компьютеры потребляют энергию. Сотрудники Университета АЛТО в Хельсинки создали особую разновидность оптического резонатора Фабри Перо, которая позволяет организованно менять направление частиц в твердых веществах, так называемый спин, одно из квантовых свойств частиц. Этот процесс почти не потребляет энергии, не нагревает проводник и может работать на частоте в 30 раз выше нынешних процессоров. Изобретение финских ученых позволяет делать спинтронные процессоры и память размером в сотни нанометров, чего достаточно и для чипов, отмечает Nature. Субтитры создавал DimaTorzok